В ближайшие дни влияние циклона с центром над Польшей сохранится, медленно смещаясь в северном направлении. Атмосферный фронт будет удерживать дождливую погоду с грозами и порывистым ветром. В четверг на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах с грозами ветер юго-восточный, южный, порывистый, днем местами сильный. Ночью в утренние часы будет от 9 до 15 тепла, днем температура поднимется до 19-25 градусов. По западу страны будет чуть прохладнее, атмосферное давление существенно не изменится. В пятницу погода существенно не поменяется, ее будет формировать область пониженного давления, малоподвижные атмосферные фронты. Пройдут кратковременные дожди и днем местами грозы. Ночью утром слабый туман, ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью не выше 9 градусов, днем от 17 по западу до 24 по восток страны. Самым жарким этот день был в Бресте в 1983-м. Столбики термометров поднялись до плюс 32, а самая низкая температура, кстати, отмечалась в Минске в далеком 1900-м. Два градуса мороза 15 лет назад. В этот день Вилейка едва не утонула из-за ливни, тогда выпало почти 62 миллиметра осадков. По народному календарю сегодня день мавромолочника. Считалось, что с этого дня у коров прибавлялось молока, а еще наблюдали за черемухой. Если цветки пышные, лето будет дождливым. Рана черемуха зацвела, лето и осень будут теплыми.